Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвящен десятке лучших сортов пихт, по мнению Европланд. Задача не простая, так как, на мой взгляд, выбирать пришлось лучших из лучших. Заранее прошу прощения, если чей-то любимый сорт не вошел в наш хит-парад. Действительно, выбор был не из простых. Итак, поехали! Десятое место мы отдали старейшему сорту пихты бальзамической нано. Напомню, что именно из коры бальзамической пихты делается знаменитый канадский бальзам. Но, конечно, абиаз бальзамия нано не используется для создания канадского бальзама. Она относится к карликовым пихтам и ее культивируют исключительно за эстетические качества. Сорт относится к медленно растущим. В среднем ежегодный прирост не более двух сантиметров. Высота взрослого растения около восьмидесяти сантиметров и более одного метра в ширину. Почему я говорю около? Да потому, что так или иначе растение растет в течение своей жизни. Просто со временем рост несколько замедляется. Плюс на итоговые размеры влияют внешние факторы, такие как освещение, почва и водный режим. Девятое место я отдала пихте одноцветный компактор. Очень часто слово компакта путают с нано. Если сорт, носящий название нано, всегда говорит о карликовой и медленно растущей форме, то компакта в первую очередь говорит о плотной кроне и не всегда о карликовости. Для примера вспомним, как выглядит туя с сорта перимедали с компакта. Эта туя спокойно и достаточно быстро вырастает до 5-6 метров, причем в достаточно короткие сроки. Но давайте вернемся к нашей одноцветной пихте компакта. В торговой номенклатуре она встречается не только как компакта, но и как велоцея или велоцея компакта или даже глаука нано. Этот старый медленно растущий сорт впервые был описан в Германии Людвиком Бистнером в 1891 году. Тогда она была записана как велоцея компакта. Возможно, для упрощения номенклатуры со временем название сократилось до простого компакта. Несмотря на то, что сорт открыли еще в конце 19 века, на сегодняшний день он остается самым красивым и привлекательным, обгоняя и превосходя новые сорта одноцветной пихты. Но разве можно остаться равнодушным, смотря на миниатюрную пихту с мягкой ярко-синей серповидной иглой? В молодом возрасте она имеет ярко выраженную коническую форму. Но по мере роста эта форма теряется и растение как бы расплывается. Средняя скорость 5-8 сантиметров в год. В десятилетнем возрасте компакта не более 1 метра в высоту. Подчетное 8 место в нашем хит-параде занимает представитель корейской пихты Молли. Говорить об итоговой высоте этого растения пока сложно, так как сорт появился на рынке только в конце 20-го столетия. Пока можно с уверенностью сказать, что в возрасте 15 лет Молли будет не более 2 метров в высоту. Вообще Молли – это миниатюрная копия обычной корейской пихты. И форма, и внешний вид идентичны. Единственное отличие – это скорость роста. Она идеальна для небольших участков. Седьмое место мы снова отдали корейской пихте со звучным названием «Бриллиант». Сразу вспоминается песня Мерлин Монро из бессмертного мюзикла «Лучшие друзья девушки – это бриллианты». Не знаю как насчет множественного числа, но хотя бы один бриллиант в саду должен быть обязательно. Посмотрите, перед вами два бриллианта – живой и неживой. Глядя на них, сложно сказать, кто лучше. Конечно, неплохо бы иметь оба, но если такой возможности нет, то хотя бы один. Растет бриллиант настолько медленно, что складывается впечатление, что в течение многих лет он сидит без движения. За 10 лет его прирост составит не более 20 сантиметров. Шестое место. И снова пихта корейская, а вернее сразу два сорта – тундра и тайга. Сравнивая тундру и тайгу как природную зону, мы найдем с вами множество отличий. А вот сравнивая пихту тундру и пихту тайгу, я больших отличий не вижу. Я понимаю, что мои слова кощунственно звучат для коллекционеров, но не могу я найти не то, что десять, а даже пять отличий между этими сортами. Оба сорта медленно растут. Оба имеют низкую приземистую форму. И от обоих отвести глаз невозможно, когда они усыпаны шишками. Ну разве что тайга со временем несколько вытягивается, теряя свою приплюснутую форму. Пятое место. Пятое место занимает корейская пихта с голубой хвоей и царственным названием Blue Emperor – голубой или синий император. Сорт поражает яркой голубой хвоей и подходит для небольших участков ирокариев. Смотря на молодого императора сложно себе представить, что когда-нибудь его высота превысит 2 метра. Как у большинства подушковидных сортов пихты ели, в молодом возрасте у растений отсутствует лидер. Но со временем он появится, и император из подушкообразной пихты превратится в широко пирамидальную. Если вы хотите сохранить низкую подушкообразную форму, то лидер можно просто удалить. И последний совет. Он касается не только голубого императора, но и других сортов с голубой хвоей. Чтобы окраска была более яркой, место посадки должно быть солнечным. А вот четвертое место после долгих размышлений и споров мы отдали старому и проверенному сорту Зильберлок. Сорт был выведен в Германию садоводом Гюнтером Хорсманом в 1986 году. Зильберлок в молодом возрасте, как и голубой император, не имеет явного лидера. Он появляется со временем. Взрослый Зильберлок может достигнуть и пятиметровой величины. Но немедленный рост и причудливая форма делают его привлекательным для нас. Вся прелесть в его хвои, а вернее в ее расположении. Как вы помните, у корейской пикты хвоя двухцветная. Внешняя сторона темно-зеленая, а нижняя часть серебристо-белая. Так вот, у Зильберлока хвоя вывернута наизнанку, так что видна ее обратная сторона. Благодаря этому кажется, что хвоя покрыта инеем. Ну и наконец-таки мы подобрались к тройке лидеров. Скажу сразу, что тройку мы выбирали всей фирмой, путем тайного общего голосования. Итак… Третье место мы отдали Аберону. Сорт был представлен широкой публике в 1978 году. Найден в Голландии в городе питомников Боскопе. Сорт назван в честь сказочного короля страны эльфов и фей Аберона. Это абсолютный карлик. К 15 годам достигает не более 30-40 см в высоту и 50 см в ширину. Игулки короткие в два раза мельче, чем у обычной пихты. Плотно расположены по радиусу. За счет этого летом пихта похожа на шкуру сказочного животного или на волшебный доспех самого Аберона. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Второе место заслуженно заняла пихта корейская Блаур-Пиф. Она была получена в далеком 1975 году в Германии из партии семян радиоактивно обработанных кобальтом. Блаур-Пиф отличается своим ослепительно-синим цветом и является одним из самых ярких сортов пиф с голубой хвой. Сорт нельзя назвать быстрорастущим. Ежегодный прирост около 10-15 см. Итоговая высота на сегодняшний день неизвестна, но трехметровый рубеж она минует, это уж точно. Тум-тум-тум-тум-тум. Итак, долгожданное первое место. Почему-то мне кажется, что многие уже догадались, кто занимает первое место. А если нет, то я дам несколько подсказок. Первое. Этот сорт самый медленно растущий. К 10 годам размер не превышает 15 см. Догадались? Если еще нет, то продолжаю. Этот уникальный сорт был получен в 1998 году в питомниках, находящемся в Восточной Германии из ведьминой метлы на пихте Зильберлок. Я бы сказала, что это Зильберлок в миниатюре. Думаю, что если вы знакомы с сортовыми пихтами, то подсказок вам больше не нужно. Речь действительно идет об удивительной пихте Кахолтс Айсбрекер. Сорт был введен в культуру немецким сельсионером Йоргом Кахолтсом. Дословно, этот сорт переводится как ледокол Кахолтса. И действительно, благодаря вывернутой хвое, она чем-то напоминает шар, наполненный маленькими кусочками колотого льда. И последняя пихта. Она не вошла в наш хит-парад, но не рассказать о ней я не могла. Это субальпийская пихта компакта. Сорт появился в 1927 году в Голландии. Она идеально подойдет для небольших участков. К десяти годам она достигнет полутора метров в высоту и характеризуется плотной узкопирамидальной кроной. Хвоя очень мягкая и имеет ярко-синюю окраску. Вот на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok